Итак, Добрый Волшебник и его Ворона. Жил-был в одной деревне Добрый Волшебник. У него была подруга, Ворона. Они долго-долго думали, чем бы себя занять, и Волшебник подумал, а почему бы не сделать с помощью магии какие-нибудь волшебные кольца влюбленности, чтобы люди были счастливы и все любили друг друга. Он думал-думал, ходил по дому кругами. Ворона летала вокруг него и присела к нему на плечо. Потом она клюнула его в голову и Волшебник додумался. Все-таки сделаем кольца волшебные, которые наделены магией любви, действительно. Но чтобы сделать, нам нужны будут некоторые вещи. Итак, он сказал, Ворона, твоя задача наворовать в замке у короля в драгоценной комнате драгоценных камней 10 мешочков, самых маленьких. Ворона сказала Каркар и полетела с мешочком в замок. Волшебник пошел, взял тачку и набрал земли и камней, для того, чтобы превратить их с помощью волшебной палочки в волшебные кольца влюбленности. Когда Ворона принесла все драгоценные камни, Волшебник начал ковдовать. Он махал, махал своей волшебной палочкой над камнями, над землей, над обычным камнем и превращал кольца в золотые, в платиновые, в медные кольца с бриллиантами, которые, естественно, наделял заклинанием влюбленности. Когда Вовшебник с Вороной доделали целый сундук колец, а их оказалось около сотни, этого было даже больше, чем жителей в местной деревне. Вовшебник сказал Ворона, мы наделали столько колец, пора их вынести и раздать людям. И пошел Вовшебник с Вороной выносить сундук. Люди сразу сбежались на диковинки. Это было очень красиво, так как, когда они открыли сундук, а это был солнечный день, было очень много всяких светлячков и заревок, как, например, сейчас на моем заднем фоне. Люди быстро сбежались и начали спрашивать, сколько стоит сию добро. Но Вовшебник сказал, это все бесплатно для того, чтобы вы все были счастливы. Я, Вовшебник деревни, хотел сделать добро для всех жителей. Ворона прилетела ему на плечо и наблюдала, как Вовшебник раздавал кольца. Когда в местном замке царь узнал о том, что Вовшебник создал такие кольца, он послал свою дочь со стражей к этому Вовшебнику. Приехала карета к Вовшебнику, постучалась царская дочь и сказала, я хочу ваше кольцо влюбленности, чтобы быть счастливой. Вовшебник дал ей кольцо, но сказал, что если вы оденете кольцо, то первые, кого вы увидите, в него вы и влюбитесь. Поэтому будьте внимательны перед тем, как одеть это кольцо. Естественно, дочка Гороля была невнимательная, одела кольцо и в замке выглянула на нищего, который рылся в помойке, в мусорке. В итоге она в него влюбилась, отмыла его, подобрала, как бы так сказать, из самых низов, дала ему дворянский титул, одела, помыла и в итоге женилась на этом нищем, без титула и без ничего, практически без жилья, поселила его в замке. Но позже за волшебником приехала стража и эта же королева, чтобы наказать волшебника. В общем, забрали волшебника в замок, а по причине какой? Королева сняла кольцо с руки и случайно уронила в камин. Оно расплавилось, и действие магии прекратилось. Она, осознав то, что она уже родила детей от бедняка, от страшного, просто подобранного человека с улицы, сильно разозлилась и приказала привезти и казнить волшебника в замок. Поехала она туда с каретой, со стражей, волшебника взяли под руки и посадили тоже в карету, привезли в замок, в замке, произвели казнь, волшебника привязали к столбу деревянному, обложили поленьями, поленья полили маслом и подпалили на костре. Ворона улетела, но, к сожалению, волшебник сгорел. Так вот и делай добро. Да, мой сберег. Вы были на канале Лучик Солнца, с вами был Святой Рыцарь Ледяное Сердце. Это был мой очередной сон. Так.